Мы поднялись на автобусе на 1200 метров высоты над ровням моря, потом пересели на микроавтобус, потому что дороги очень серпантинные, очень узкие. Еще на микроавтобусе 10 минут поднялись, еще 20 минут пешком поднялись, вот как внизу люди поднимаются, 20 минут пешком поднялись. Вот дальше сюда, тут билет покупают. Монастыр вообще-то построим в IV веке на шее. Две родные братья разных городов оба в один день видели Деву Марию в основе, что Дева Мария им говорила найти это место, подсказала, конечно, как и так далее. И тут построили церковь. И они, как-то встретились, рассказали друг другу этот сон, и они вместе начинали искать. На корабле переехали, приплыли в город Трабзон, оттуда уже пешком. Мы на автобусе полчаса ехали сюда с Трабзона, даже 40 минут, они как-то пешком дошли. Вот нашли тут эту скалу, и внутри скалы нашли икону Девой Марии. Это считается именно та икона, которая сделана Святым Лукой, один из апостолов Христа, Святая Лука. Самая оригинальная икона Девой Марии считается, потому что именно тот человек ее рисовал, кто при жизни ее увидел. Вот нашли, и тут начинали построить комплекс, комплекс все время тут построили, добавили, добавили. В VI веке, потом в XIII веке он получил вообще-то свой личный вид во время правления династии Кумненов. И здесь вообще-то самая главная история начинается после того, как Константинополь был захвачен католиками, крестоносцами, и тогда еще императоры династии Кумненов сюда переселились, и здесь основали Пунтийская империя. Это как мы продолжили Визанцинский империй, но на другой территории. Эта территория называлась Понтус, и поэтому эта империя здесь называлась Пунтийская империя. Хотя, несмотря на то, что турки в XV веке захватили Константинополь, эта империя еще существовала до того, пока наш султан Мехмед завоеватель еще попозже не захватил и этот город, Трабзон. Но он им дал тоже привилегию, этот монастырь здесь продолжал существовать до 1923 года, до основания Турецкой республики. А то только основатель Турецкой республики, он все религиозные школы, и мусульманские, и православные, и католические, закрыл, запретил, потому что он видел опасность для республики религиозной системы. И поэтому, да, религия свободна, но государство сельское. Все школы уже перешли на систему сельского образования. И поэтому все школы, которые обучались на основе религии, как медлицы мусульманские, как монастыри православные, все были закрыты. И здесь уже после этого закрыто. И тут религия, то, что сохранилось здесь, перенесли Грецию, там основали таким названием монастырь Сумеля, там защищайся. И потом, и здесь превратили в 1930-е годы, музей. И сейчас почти с музея продолжает существовать, но это уже давно, почти 15 лет закрыто из-за реставрации. Вообще реставрация закончилась 5 лет назад, но опять закрыли. Почему? Потому что видите, вот на склонах, не знаю, видно ли вам, железные вот такие клетки. Еще 5 лет занимались, чтобы покрыть эти скалы, крутые скалы, с такими клетками, чтобы там камни не падали на голову людей. Это еще 5 лет занималось, и в конце концов, в этой неделе, то есть 10 дней назад, заново открыли этот монастырь. Я один из первых посетителей, кто посещает этот монастырь после долгосрочной, после долгосрочной реставрации. Один из моих главных целей, чтобы сейчас на этом туре увидеть этот монастырь, потому что это считается один из уникальных сооружений, один из семи чудес на территории Турции. Монастырь Панагея Сумела. Сумела это переводит одно значение, черные горы, второе значение, черная река. Кухня монастыря. Такая небольшая. Двухэтажная, конечно. Трапезная, конечно, вы называете. Но это кухня, я не думаю, здесь была трапезная. Трапезная должна быть побольше. Уже семи часов. Минная часть. У каждого из домов. Реставрационные работы совершены за счет туристического государства. Наша Министерство культуры и туризма все это оплатил. Очень большую сумму денег. И завершил наконец-то эту реставрацию. На завершен, но не полностью. Потому что это вот фасад еще там закрыт. Там укрепляют еще вот эти железные штуки. Но наш президент обещал этой патриархии, православной церкви, чтобы они могли совершить службу здесь 15 июля. Это День Девой Марии. Посвященный День. Зимний вид этого края. Как зимой здесь выглядит. И как эти люди работали. Чтобы совершить реставрационную работу. Монастырь Сумели. Вот через этот окна. Но не полностью, но кусочек фасада, который смотрит на долину. Черная река. Долина черная река или черные горы. Так называется. Вот фасад монастыря вот так. Как петучие гнезда. На крутом склоне. Крутых гор. Крутых гор. Крутых гор. А здесь центральная церковь этого монастыря. Вот тут написано. То есть центральная. Эта церковь вообще-то полностью вырубнута в скалах. Именно здесь, в этой церкви, нашла эта икона. Которая считается сделана святым лукой. И именно за эту икону эти священники сюда пришли. И нашли эту икону в этом пещере. И тут построили монастырь. Это не было с начала такая большая. Вот тут первое начало этого монастыря. Из этого помещения. Потом по кикунку-потекунку расширили. И получил такой образ, как я вам только что снаружи показал. Вот уже покидаем монастырь Сумейла. Тут подъемы, спуски. Проте, асправедная водопроводная система. По которой обеспечили монастырь с водой. Уже я в автобус иду. Прощаюсь с вами на сегодня. Не забывайте, пожалуйста, подписаться на мой канал. И щелкнуть потом колокольчик, чтобы получить уведомление о новых роликах. До встречи.